Пабу-пибу, пабу-пум, пара-пара-пара-пам. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. Я только что выбрался из шахты, но у меня просто замечательное настроение. Я, конечно, очень сильно устал, потому что провел там, наверное, часов пять, но зато, ребята, вы посмотрите на мой инвентарь, сколько всего полезного я там уместил. И железную руду собрал, ребята, и алмазики нашел, и даже удалось добыть целый изумруд. Также параллельно с этим целых два стака угля, ребята, и восемь слитков золота. Пока что, конечно, не слитков, это всего лишь блоки руды, ребята, но поверьте мне на слово, прямо сейчас я все это быстренько переплавлю и отправлюсь отдыхать. Только прежде чем я это сделаю, я, конечно же, зажигаю огонек на ваших экранах, а именно показываю три комментарии с последнего видео, которые не набрали ни единого лайка. Ну и, конечно же, по старой доброй традиции я хочу вам напомнить, что попасть в завтрашний ролик очень и очень просто. Достаточно прямо сейчас опуститься под это видео и написать любой интересный комментарий. Ну а теперь, само собой, ребята, пришло время двигаться в сторону кузницы, потому что здесь есть печки, которыми я хотел бы воспользоваться. Что-то я не понимаю, у нас в деревне ремонт какой-то запланировали? Чего с кузницей сделали? Мало того, что никаких печек я там не вижу, ребята, так более того, там и лаву, собственно, убрали. Вот ровно на этом месте, все это прекрасно знают. Это была отличительная часть кузницы. Было небольшое озерцо лавы. Сейчас там просто-напросто ничего нету. Как будто бы кто-то эту лаву просто себе домой забрал. Я вообще не понимаю, какому жителю моей деревни понадобилась лава прямо у себя дома? Ерунда какая-то. Ладно, печки есть, в принципе, и там. Извините, но вам сюда, к сожалению, нельзя. Чего? Подождите, я, кстати, на них сразу внимания не обратил. Два каких-то охранника. Куда нельзя? В кузницу, что ли? Именно так, это охраняемый объект. Вам сюда нельзя. Да в смысле нельзя? Вы что такое несете? Вы меня не узнали, что ли? Я пиксель. Я не понимаю, ребята. Мэр решил деревню нашу улучшить и во время ремонта кузницы сюда охранников приставил. Так тут даже охранять нечего. Никаких стройматериалов тут нету. Вы не переживайте, я ничего воровать не буду. Мне просто вот руду переплавить. Ещё раз вам повторяю, что не ясно. Мне что, дубинку достать? Вам сюда нельзя. Это охраняемый частный объект. Какой ещё нафиг частный охраняемый объект? Чё вы несёте такое? Подождите, ребят, может, Рома приехал и просто свои ролики записывает? Поставил охрану, наверное, чтобы ему никто не мешал. Хотя на Рому это не похоже. В доме никого нету, даже ноутбука нет. И вообще кузница полностью пустая. Тогда у меня возникает ещё больше вопросов. Зачем и самое главное кому нанимать охрану, которая стоит огромных денег для того, чтобы охранять полностью пустой дом? Или они так воровство печек и лавы замаскировали? Ну тогда это самое тупое вложение денег, которое я только могу представить. Потому что печки скрафтить очень просто. А лаву добыть так, наверное, ещё проще. Бред, ребята. Просто-напросто какой-то бред. Ничего страшного, не расстраиваемся. У нас есть ещё одна печечка. И находится она прямо вот тут. Поэтому, ребята, здесь я абсолютно безопасно переплавлю все свои добытые ресурсы. Не так быстро и комфортно, как хотелось бы, потому что кузница находится прямо напротив моего дома. И я мог забрать ресурсы буквально за несколько минут. Тем более там было две печки, а здесь одна. Но ничего страшного, ребята. Это всяко лучшее, чем идти в шахту за булыжником. Мне кажется, это действительно так. Пиксель, а ты чего вдруг решил моей печкой воспользоваться? Нет, ты не подумай, мне не жалко. Просто ты обычно в кузнице всё переплавлял. В том-то и проблема. Я бы сам с большим удовольствием переплавился в кузнице. Но мы с ребятами уже знаем, к чему это привело. Убежал куда-то. Ладно, ничего страшного. Вернусь к этой печке, ребята, немножечко попозже. Хочу зайти домой и отнести вот этот изумрудик и два алмазика. Это действительно, ребята, очень и очень важные ресурсы. Которые, само собой, я хотел бы сохранить у себя дома. И ни в коем случае не потерять. И вот, блин, ребята. Вроде как уже проблема решена. Ресурсы плавятся, всё хорошо. Но как-то, знаете, вот не оставляет меня эта мысль. Да-да-да, вы всё правильно поняли. Я про ту самую кузницу и про тех самых охранников. Но вот кому это нужно? И самое главное, зачем? Вы же у меня очень умные и максимально догадливые. Вы же прекрасно понимаете, что охрану просто так не нанимают. И если она там стоит, значит она, как бы это странно не звучало, что-то доохраняет. И я бы очень хотел, ребята, хотя бы одним глазком туда взглянуть. Ещё эта пропажа печек и лавы меня очень сильно смущает. А с другой стороны, ребята, слушайте. А вот действительно, а что нам мешает туда просто-напросто проникнуть? Ну вот реально, что первый раз, что ли? На моём канале столько роликов, где от меня кто-то что-то скрывал. А тут, ребята, кузница прямо напротив моего дома. И вы реально думаете, я туда не попаду? Ха! Конечно! Конечно попаду! Тем более, что и план я уже придумал. Хотя тут и думать в принципе нечего. Охранники стоят только возле двери. Они же не будут, ребята, под землёй каким-то икс-рейм всё проверять. Поэтому возьму ту самую кирку и... Прокопаюсь. Подождите, там какой-то житель! Житель! О, Пиксель, привет! Извини, мне уже идти пора. Ты как-то не вовремя. Стой! Куда? Подожди! Вам нельзя сюда! Господи! Мне что, руки придётся распускать? Да вы уже их распускаете! Хватит пихаться, блин! Он же со мной заговорил, я его знаю, это кузнец! Это не кузнец, это охраняемый объект! Сколько можно тебе повторять, господи! Да почему ты такой противный и глупый? Я ещё противный, я ещё и глупый! Да на себя, блин, посмотрите! Я вас вообще-то даже не оскорблял! Офигеть просто! Мало того, что руки начали распускать пихаться, так ещё и глупым меня назвали! Но зато, ребята, мы получили первый ответ на первый вопрос. Теперь мы знаем, кто нанял этих охранников. Это кузнец, который живёт и работает в нашей деревне. Откуда у него такие деньги и самое главное, для чего он этих охранников туда установил, мы пока что с вами не знаем. Но как вы помните, ребята, наш план всё ещё работает. Точнее, ребята, готов к работе. Здесь шансов у охранников действительно будет очень и очень мало. Мы сейчас аккуратненько, ребята, с помощью одной только кирки, маленькими-маленькими шажочками прокопаемся прямо к нему в домик. Нужно делать всё аккуратно и самое главное, быстро так ныряем в эту яму. Фух, ребята, пол, дело уже готово. Теперь аккуратненько прокапываемся и самое главное здесь не переборщить и не выкопаться прямо на голову к охранникам. Уж вы-то знаете, как у меня, ребята, всё плохо с координацией. Но здесь, я думаю, у меня всё будет хорошо. Ошибиться здесь довольно-таки трудно. Тем более, что вот первый ориентир. Булыжник. Булыжник под кузницей. Самое главное сейчас, ребята, сделать всё максимально быстро и максимально, как это так выразится. Во, точно, ювелирно. Чтобы он не успел позвать подмогу охранников и лучше подготовить блоки, чтобы быстро замуровать те самые двери. Так, аккуратненько, ребята, начинаем выкапываться. Я видел, что он стоит около дверок, поэтому... Отлично, я выкапываюсь прямо под кровать. Эффект неожиданности будет просто идеальный. На счёт три, ребята, я буду готов отсюда выползать. Только для начала нужно разобрать эту дурацкую табличку. Или что это было, забор? Пока он отвернулся. Раз. Два. Три. Так, житель, стопэ, 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 быстро, 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 быстро. Ты что делаешь, а ну, охрана? Никакая охрана теперь тебе не поможет. Так, дай пройти не пихайся. Сейчас мы с тобой обо всём поговорим и про охранников твоих, и про кузницу. Да ты что, совсем что ли сумасшедший? Вот так вот просто ко мне в дом валиваешься. А если я здесь моюсь? Чего? Ты где тут мыться собрался? Тут даже воды нету. Картину себе повесил. Вы посмотрите, какой домосед, блин. Это мой дом. Чё хочу, то и делаю. И вообще, ты как посмел мой дом разломать. Житель, во-первых, я тебе напомню, что это, по сути, не твой дом, а твоё, в первую очередь, рабочее место. А живёт тут Рома, когда приезжает ко мне в деревню в гости. Потому что это его кузница. А то, что ты тут какие-то непонятные порядки начал выстраивать, это уже твоя проблема. Куда делись печки и куда делась лава? Не знаю я ни про какие печки, и ни про какую лаву я не знаю. Ага, конечно, понятно, понятно. Сейчас мы тогда твой ремонтик оценим. Печечки, во-первых, на место вернём. Сейчас мы всё посмотрим и картину твою внимательней глянем. Не надо, не трогай картину. Ты чё, житель, чё так кричишь-то? Картина как картина, чё ты так нервничаешь за неё? В сундучок к тебе заглянем. Вроде как всё обычно. Ты чё такой нервный? И никакой я не нервный. Ладно, расскажу я тебе. Печки я на реставрацию отдал, а лава просто дерево моё подожгло. Я решил её убрать на время. Житель, чё ты несёшь вообще? Ребят, вы это слышали? Вам не кажется, что житель просто сочинялкин какой-то? Ты-то чё, на ходу придумал? Какая нафиг реставрация печек? В Майнкрафте такого никогда не было. А дерево лава никак не могла поджечь. Потому что там везде булыжник. Ну, вот она подожгла. Вот я её и убрал. Всё, доволен. Всё-таки я до сих пор не понимаю, что в этой всей истории не так. Вроде как всё обычно, но... Блин, моя интуиция подсказывает, что здесь какая-то подстава. Честное слово, ребята, я с жителями знаком уже более трёх лет. И я знаю их, ребята, как свои пять пальцев. Что-то здесь нечисто. Вы сами подумайте, реставрация печек, убрал лаву, потому что подожгло доски, установил охрану. И как только я спросил про картину, он очень сильно занервничал. Тут вообще доски, походу, прогнили. Ё-моё! Вот это, конечно, домик в ужасном состоянии. Вы только посмотрите, какая-то выемка как будто бы под руку. Вы только посмотрите, действительно, эта выемка находится в том месте, куда можно просунуть руку. Как бы подковырнуть её с той стороны. Не трогай её, Пиксель, пожалуйста. Я бы её не трогал, житель, если бы ты так сильно не нервничал. Секундочку, я хочу подойти поближе. Для этого мне придётся сломать одну часть сундука. И как, ребята, по правилам просунуть сюда руку. И вот так вот пару раз не поддевается с первого раза. Зараза, плотно засела. Вот так новости. Чё за звук? Куда ты там ломишься? Не трогай меня. Даже не думай меня трогать, я полицию вызову. Да, судя по всему, житель, это нам с ребятами полицию нужно вызывать. Это что у нас тут такого интересного? Сундучок какой-то с огромным количеством изумрудных шмоток. Ё-моё, вы только посмотрите. Тут и изумрудные блоки, и изумруды, и полный сет изумрудной брони. Господи, это сколько денег? Даже какой-то изумрудный пистолет. И теперь, ребята, вишенка на торте. Мы понимаем, для чего житель убрал лаву и те самые печки. Для того, чтобы сделать вот такой вот секретный проход в картине. И я даже теперь, если честно, не знаю, что нам с этим носатым делать. Господи, откуда у него всё это? 53 изумруда и 17 изумрудных блоков. Да на эти деньжища можно себе смело одну квартиру в городе купить. Ещё и на пирожок с капустой останется. Хорошо, Пиксель, хорошо, дай мне буквально минуту. Я тебе всё расскажу правду, только, пожалуйста, не вызывай полицию, не рассказывай никому. А вот теперь, житель, я, если честно, не знаю. Но, в любом случае, давай, мы с ребятами тебя внимательно слушаем. Я действительно хотел заняться ремонтом и реставрацией кузницы. Начал раскапывать, нашёл там просто огромный сундук. Еле его достал, он был очень тяжёлый. Я открываю там изумруды вперемешку с гнилой плотью. Ну, я и спрятал на всякий случай. Сам понимаешь, такие сокровища. Нет, это всё, конечно, хорошо. Почему ты не вызвал полицию? Почему ты мне, в конце концов, не рассказал? Я бы это, само собой, себе точно не оставил. А с ребятами помог бы тебе в этом всём разобраться. А так ты сейчас в глазах тысяч людей, в том числе меня, выглядишь как просто-напросто какой-то воришка. Может быть, ты эти изумруды у жителей своровал? Да нет, честное слово, правду тебе говорю. Я и охрану для этого нанял, чтобы никто не узнал мой большой секрет. Я как только бы разобрался, сразу бы всё всем отдал, правда. Вот не знаю, жители, если честно, верить тебе или нет. Я думаю, вы, ребята, со мной согласны, что всё это выглядит максимально подозрительно. Сначала охранников установил, замуровал тут сундук в стену. А после чего от меня ещё и спрятался. Спрятался за теми самыми охранниками. Ну прости меня, Пиксель, прости. Если хочешь, забери это всё себе. Я это нашёл, правда. Нет, житель, забирать я это точно не буду. Мне, как говорится, чужого не надо. Нужно просто-напросто вызвать полицию и разобраться со всем этим сокровищем. Причём действительно сокровищем. Один изумрудный сет стоит, ребята, колоссальных денег. Потому что, как вы знаете, скрафтить его просто-напросто нельзя. Очень интересная история у нас с вами получилась. И, ребят, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в комментариях какие-либо советы. Как нам во всём этом разобраться? С одной стороны, как бы я верю этому жителю. Потому что он раньше ни у кого не воровал. И вообще, это обычный кузнец. Он бы до такого в жизни не додумался. А с другой стороны, я, ребята, уже сказал. Всё это очень подозрительно. В общем-то, как обычно, без вас мне здесь не обойтись. Поэтому жду ваши комментарии под этим роликом. Тем более, что три комменты из этого видоса гарантированно попадут в завтрашнее видео. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А этот самый большой секрет жителя, который он мне сегодня рассказал, к сожалению, узнают абсолютно все подписчики и зрители моего канала. Всем удачи, спасибо за просмотр, до завтра и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok